Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Давление у вас, Екатерина, высокое. Я в детстве ангиной переболела, осложнение на сердце было. Так, поменьше волноваться, побольше витаминов, никаких сигарет и алкоголя. У вас теперь не то положение. Все, ставлю на учет, жду через месяц. Держите, как просили. Спасибо вас. Ой, вам спасибо большое. Да не волнуйтесь вот так. Материнство — это счастье. Ага. Эта медицинская справка выдана 20-летней одесситке Екатерине Проскуряковой. В ней указано, что девушка находится на шестой неделе беременности. Благодаря этому документу оперативная группа установила личность убитой, чей труп во время пробежки в парке нашел Иван Сафронов. Травма головы, отсутствие ценных вещей. Внешне все говорило о том, что на девушку напали и ограбили. Однако Иван Сафронов эту версию опровергал. Спортсмен уверял, ничего подозрительного в парке в течение часа не происходило, а самого тела еще минут 15 назад на этом месте не было. Что произошло на самом деле и как труп Екатерины Проскуряковой оказался в парке, предстояло выяснить следователю прокуратуры Илье Акулову. Круги наматые. Какие-то холодноваты, конечно. Что удалось выяснить? Судя по температуре, с точностью до минуты не скажу, но умерла она час-полтора назад. Примерно в 19.00 плюс-минус. Да говорю же вам, не было ее тут в 19.00. У меня свой маршрут, каждый круг 15 минут. Я бы не пропустил ее. И что, криков каких-нибудь, шума постороннего не слышали? Да тишина, говорю же. Похоже, спортсмен прав. Девушки здесь не было. Точнее, живой ее здесь не было. Посмотрите на сапоги. Подошвы в песке, а вокруг снег. Так, судя по следу волочения, преступник был один. Если бы их было двое, они бы взяли девчонку за руки, за ноги и перенесли. Да, Боря, вполне возможно. На спине волкли. Причем ее завернули во что-то. На одежде нет следов волочения. И меня еще интересуют эти пятна на пальто. Ну, похоже на жир. Но точно я скажу после экспертизы. Ну да. Роман, что у тебя? Кое-что есть. Вот. За шиворотом нашел. Цепочку, видимо, сорвали, а кулон соскользнул. Оригинальная вещица. Угу. И еще денег при ней нет, а в сумочке нашел вот это. На сто рублей. Чек. Все? Да. Такими чеками внешпосыл торга выдавали зарплату советским гражданам, которые работали за границей. Врачам, строителям, морякам. Это своеобразный пропуск в специальные отделы универмагов, магазины «Альбатрос» и «Березка». За чеки можно было купить дефицитные продукты питания, импортную технику и даже автомобиль. Нужно было выяснить, кому этот чек принадлежал. Решили проверить серийный номер документа. Акулов направил запрос с просьбой определить, на какое предприятие отправилась эта серия и кому конкретно был выдан найденный чек. Запрос под чеку отправили. Значит, результат будет через день-два. Проходили. Присаживайся. Что у тебя? А тут сюрприз. Или бледные сюрпризы. Так. Предположительно, дата времени смерти в 18 января в 19 часов. Смерть наступила... Ты что, смеешься? Смерть наступила в результате инфаркта миокарда. Именно так, Илья Ильич. Смертельным оказался не удар по голове. У нее до этого сердце стало. Думаю, это объясняет ту загадку, которой ты мучился. В парке Катерину привезли уже мертвой. Возможно, из-за урока нападения. Вот так вот, да? Понятно. Так что дальше? В содержимом желудка обнаружено незначительное количество вина. Странно как-то. Беременная и вино пила. Молодежь. Там и все так просто. Судмедэксперт отметил. У Проскуряковой случился сильный прилив крови к органам малого таза. Беременностью это не объяснить. Поэтому специалист направил образцы крови покойной в киевскую лабораторию. Через пару дней узнаем, что к чему. У меня все. Спасибо, Олег. Давай. Рома, дуй-ка ты по месту прописки нашей потерпевшей. Убитая Екатерина Проскурякова проживала по адресу улицы Суворова, 20, квартира 8. Узнай, как она там жила, с кем жила, где работала, с кем виделась в последний день. Ну, в общем, все по возможности разузнай, раздобудь, раскопай. Проходите. Оперативник отправился по указанному следователям адресу. Его встретила подруга погибшей, Елена Тищенко. Девушка временно жила в квартире Екатерины. Расскажите подробнее о своей подруге. Катька работала в ресторане «Жемчужина». Пела по вечерам. А вчера она была на работе? Нет, вчера был выходной. Среда, людей в ресторане мало. Хорошо. А когда она вышла из дома и куда? Екатерина наряжалась на встречу с мужчиной. Я не знаю, кто он. Был у нее один кавалер. При деньгах, судя по всему, дарил ей подарки хорошие. Духи французские, платья концертные, украшения разные. Вот, кстати, об украшениях скажите. Вы не знаете, откуда у Екатерины вот эта вещь? Это не Катькина. Это точно не ее. Я бы знала. Нет. Я знаю наперечет все ее украшения. Она мне часто давала деть на выход. Вот, взгляните. А вот это что такое? Это подарок. Ко дню рождения. Для ее мужчины. Она так радовалась, когда нашла их. Достала. Привезли. Красивые. Екатерина показала подруге необычные мужские запонки в форме львиных голов. Девушка купила подарок парню ко дню рождения. Вот как раз 21-го ему и вручу. Он такое любит. А вот еще один подарочек. Она тогда не сказала мне, что это за бумажка. Она ее сразу спрятала. Успокойтесь. Елена, вы нам очень помогли. Это я изымаю. А вы подпишите протокол. Вот здесь. Всего хорошего. Итак, за несколько часов до смерти погибшая ушла на встречу. Соседка убеждала, у девушки был кавалер. Пока что о нем известно немного. Он любил украшения с изображением льва и 21 января собирался праздновать день рождения. Чтобы установить личность у кожора, оперативник отправился в ресторан «Жемчужина». Там работала Екатерина. Возможно, коллеги знали о ее личной жизни больше, чем соседка по квартире. В городском парке обнаружен труп Екатерины Проскуряковой. Она была на шестой неделе беременности. На одежде жертвы найдены маслянистые пятна. За шиворотом кулон в виде птички. А в сумочке чек внешпосылторга на 100 рублей. Следы волочения говорят о том, что тело переместили в парк после смерти. Внешне все выглядит как убийство, но экспертиза показала – девушка умерла от инфаркта. По словам подруги Проскуряковой, Катя встречалась с обеспеченным кавалером. Девушка готовилась к его дню рождения. Купила подарок запонки в виде головы льва. Вечером накануне своей смерти Катя ушла к кому-то на встречу. В беседе с директором заведения Никитой Семеновичем Панкратовым выяснилось, что в день смерти девушка была в ресторане. Вчера заходила. Если я не ошибаюсь, у нее был выходной. Да, все верно. Она просила мне аванс выписать. Присмотрела там какие-то туфли, то ли платье. Я не вникал. Выписала ей 95 рублей. Неплохой аванс, надо сказать. Этих денег при ней не нашли. Да. А, Николай. Да-да. Все остается в силе. Да-да. Послезавтра в 7 часов у меня в жемчужине. Да-да. С супругой обязательно. Да, всего. Прошу прощения. Послезавтра это у нас какое число получается? 21 ноября. Праздник намечается? Да. День рождения. Так, на чем мы остановились? Выходит, тогда вы видели Екатерину в последний раз. Выходит, да. Тогда. И последний вопрос, если не возражаете. Где вы были вчера с 6 до 8 часов вечера? Вы что, меня в чем-то подозреваете? А? Ну, хорошо. Я вчера после разговора с этой, с Екатериной, я поехал в автосервис. Забрал машину после ремонта. Ну, а потом домой. Все. Не смею вас более задерживать. Всего доброго. Я поговорю с коллективом? Да, пожалуйста. Да ты не расстраивайся. Ну, могло бы быть и хуже, правда? Он мог тебя вообще уволить. Я знаю это все из-за проскуряковой. Тварь такая. Да она вчера директору нашептала. Подруга, выше носа. Ну, я должна идти, мне еще горячее выносить. А ты держись. Ладно? На выходе из ресторана Панфилов услышал диалог двух девушек. Оперативник обратил внимание на то, что в разговоре прозвучала фамилия погибшей. Меня зовут Роман Панфилов. Хочу задать вам несколько вопросов касательно убитой Проскуряковой. Боже, какой ужас. Я так понимаю, вы были знакомы. Зоя Костицына, администратор ресторана «Жемчужина», не стала скрывать. Близкой дружбы с погибшей не водила. Не нравилась мне она. Вела себя не как певичка, а как начальница великая. Вчера вообще пригрозила меня уволить. А сегодня вот выговор директора. Крутила она Панкратовым как могла. А в каком смысле крутила? Роман у них был. Что уж скрывать теперь. И не постеснялась, что мужик женатый был. Откуда про Роман знаете? Так с директором не разговаривают. Администратор рассказала, что вчера стала свидетелем ссоры между Панкратовым и Проскуряковой. Найду ребенку нормального отца, помоложе и покрасивее. Да уймись ты, Катерина. Не делай глупостей. Ну, пожалеешь ведь потом. Смотри, как бы сам не пожалел. Не на ту напал. А ты что, уши развесила? Все сплетни собираешь? А ну, марш отсюда! Давно уволить пора! После разговора с администратором ресторана следствию стало ясно. У Екатерины был роман с начальником. В тот вечер, когда она погибла, любовники поссорились. Следователь предположил, причиной могла стать нежелательная беременность ресторанной певицы. Чтобы получить больше информации, Акулов отправился к гинекологу Юлии Моисеенко. Именно она выписала беременной Проскуряковой справку. Узнав о смерти своей пациентки, Юлия Игоревна несколько минут не могла прийти в себя. Я знаю, она к вам приходила. Расскажите, пожалуйста, с какими вопросами? Приходила. Справку просила для начальства. Сказала, директор строгий. А на следующий день ко мне пришел Панкратов, директор той самой жемчужины. Можно? Пожалуйста. А вы знакомы? Нет, не знакомы. Просто в Одессе его все знают. Да и то, что Екатерина работала в этом ресторане, это тоже не секрет. Вон, в карточке написано. Я, когда его увидела, сразу поняла, что к чему. А что именно? Думаю, он отец ребенка. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. У меня к вам такой деликатный вопрос по поводу Кати Проскуряковой. Да, слушаю вас. Понимаете, она девушка молодая, ей еще жизнь устраивать. Ну, вы как женщина должны понять. Сделайте, пожалуйста, все по-тихому. Я отблагодарю. Как женщина. Как женщина. А уж тем более, как врач, я этого делать не стану. Ну. Разговаривать мне с вами больше не о чем. Не задерживайте меня, пожалуйста. Ну да. Принципиально, да? Ладно. Не маленький. Сам разберусь. Следователь определился с главным подозреваемым в этом деле. Директор ресторана «Жемчужина» Панкратов. В пользу этой версии говорили и результаты экспертизы. Жировые пятна на одежде жертвы оказались следами машинного масла. В нем содержалась стружка бобитого сплава. После ремонта новые детали автомобильного двигателя какое-то время притираются, и в масло попадает металлическая пыль. По свидетельству самого Панкратова, в день гибели Проскуряковой он забирал машину из автосервиса. Исходя из записи в журнале, сделал он это в 18.20. По словам консьержа в доме на улице Новоселов, директор ресторана появился только в 22.00, хотя ранее он уверял, что из мастерской сразу поехал домой. На следующий день директора ресторана вызвали на допрос. Закрутили интрижку с молоденькой девушкой, со всеми вытекающими. А ребенок в ваши планы не выходил, я так понимаю. О тайном аборте договориться не удалось, поэтому вы решили убить девушку. Алиби у вас отсутствует, поэтому на вашем месте я бы не юлил. Да не убивал я ее. Ну зачем? То, что ребенка не хотел, я не отрицаю. Я и так об этом прямо и сказал. Я и денег давал на доктора. Да и по большому счету я ей вообще не нужен. Она мне так и сказала. В день смерти Проскурякова угрожала любовнику. Грозилось написать заявление в прокуратуру. Скажу, что увольнением угрожал, к интимной связи принудил, а теперь в кусты. Да что ты раскудахталась, как курица? Я тебя что, обманывал? Лапшу на уши вешал? Нет? Я тебе сразу сказал, из семьи уходить не буду. А значит, ребенка родишь еще. Попозже. Молодая, вся жизнь впереди. Если нужны деньги на доктора, то вот, возьми. С паршивой овцы хоть шерсть и клок. А за меня не волнуйся, найду ребенку нормального отца. Помоложе и покрасивее. Да уймись ты, Катерина. Ну не делай глупостей. Ведь пожалеешь потом. Не на ту напал. Смотри, как бы сам не пожалел. И все же, куда вы поехали после того, как покинули автомастерскую? Играл в карты. Где, с кем? Ну, не тяните. Так... Ну, понимаете? Ну, в общем, играл я в подпольном горном доме. Ну, а где и с кем, говорить не буду. Я не хочу подставлять больших людей. И все же. Вы понимаете, что в таких делах без крыши не обходится? Я не хочу гневить начальство. Ладно, с этим разберемся. А сейчас вы скажете имена и адреса людей, которые видели вас 18 января с 19 до 20 часов. Ну, хорошо, записывайте. Директор ресторана продиктовал имена и должности своих партнеров. Все это были люди высокого полета. Да не под меня вам копать надо, понимаете? Вы морячка ищите. Какого морячка? Да был у меня инцидент после ресторана. Панкратов рассказал, что после неприятного разговора с Екатериной он вышел за ней на улицу. Хотел спокойно поговорить. Однако девушка была не одна. Это что ли твой новый кандидат? Слышь, парень, а ты держись от нее подальше. Шельма та еще. Горе не оберешься. Послушай старше. За такие слова ответить. Да кого ты слушаешь, милый? Пойдем лучше в чайку вино пить. Пойдем, пойдем. Ну, ну. Топайте, топайте. Ну, в общем, ушла она с морячком в чайку. Так что с ним она была последний раз. Ну, а что было дальше, выясняйте сами. Да выясним, выясним, не переживайте. Пока ваше алиби не подтвердится, мы вас задерживаем. Рома, пройди, товарищи Панкратовы. Названные Панкратовым игроки не сознались в том, что были в игорном доме в тот вечер, когда погибла певица. Это развлечение незаконное, получить срок никто не хотел. Директор ресторана вспомнил. 18 января он вызвал в подпольное заведение бармена из жемчужины. Тот принес импортную выпивку и оливки. Случилось это без 27 вечера, а ушел бармен только около 9. Все это время он сидел рядом с шефом, потому что при нем у Панкратова пошла игра. Таким образом, у директора ресторана появилось алиби. В этот же день из киевской лаборатории пришло любопытное заключение. Удалось распознать вещество, которое обнаружили в желудке девушки. Оно же спровоцировало инфаркт. Кантеридин. Его получают из насекомого под названием шпанская мушка. Сегодня этот препарат широко известен как сильнейший афродизиак. В те годы в Советском Союзе его не продавали. Первый специализированный секс-шоп появился в 1962 году в Германии. Открыла его бывшая военная летчица. Понадобилось 10 лет, чтобы интим-магазины появились в каждой западноевропейской столице. Происходило то, что впоследствии назовут сексуальной революцией. На рубеже 60-х и 70-х в скандинавских странах полностью легализовали изготовление и распространение порнографии. В это же время тема секса в СССР под негласным запретом. Ассортимент товаров для взрослых вплоть до самой перестройки ограничивался только презервативами, которые граждане стыдливо именовали резиновое изделие номер два. Обнаружение Конторидина в крови пострадавшей дало новое представление о картине происшествия. Скорее всего, кто-то помимо воли певицы подлил ей шпанскую мушку. Случился инфаркт, девушка умерла. Желая направить расследование по ложному следу, неизвестный инсценировал нападение и привез тело Екатерины в парк. Кем был этот неизвестный? Директор ресторана вспомнил, что после ссоры с ним певица встретила какого-то моряка и отправилась с ним в кафе «Чайка». Оперативник Панфилов отправился в кафе. День добрый, прокуратура. Здравствуйте. Я задам вам несколько вопросов. На этой фотографии певица Екатерина Проскурякова. Скажите, вы ее видели? Да, она бывает здесь. А как давно вы ее видели? Пару дней назад. Кажется, в среду. То есть это 18-е число получается? Да. Хорошо. Скажите, парень был с ней? Моряк. Странный какой-то. Он еще просил меня в женскую уборную зайти. Девушка, можно? Вы не могли бы зайти в женский туалет? Это как? Ну, невеста моя что-то долго не выходит. Ну, не могу я сам туда заходить. Гляньте, может, плохо ей. Хорошо. Сейчас посмотрим. Спасибо. Там ваш жених волнуется. На разведку меня послал. Оперативник предположил, что спутник Проскуряковой мог подсыпать препарат в ее бокал, пока девушка была в туалете. А скажите, когда девушка ушла в дамскую комнату, вино уже стояло на столе? Да. Я почти сразу вынесла заказ. И до которого часа они были в кафе, помните? Точное время не помню. Они очень быстро ушли. Она первая, за ней даже вино не допили. Спутника певицы вычислили благодаря серийному номеру на чеке внешпосылторга. Напомню, его нашли при погибшей. Им оказался 25-летний Леонид Геннадьевич Филимонов, матрос рыболовецкого судна. Молодой человек вернулся из пятимесячного рейса в день смерти Екатерины. Квартиру Филимонова обыскали. Шпанской мушке препарата, который убил Проскурякову, не нашли. Зато там были другие товары из магазина для взрослых. Импортные средства, контрацепции, эротические журналы, видеокассеты. Да, молоко и хлеб купил, да. Мясо не удалось. Ну, на следующей неделе постараюсь. Малышку из садика забери. Леонид Филимонов был потрясен новостью о смерти Екатерины. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о ваших отношениях с Екатериной. Оказалось, что он ухаживал за девушкой до ухода в рейс. Жениться на ней хотел. Она все отшучивалась. Я не обижался, красивая женщина, красиво жить должна. С меня что возьмешь? Вот я и пошел матросам денег заработать. Я не предупреждал, что возвращаюсь. Норму быстро выполнили, вот и пришли раньше. Я сразу Кате сюрприз хотел сделать. Дома никого не было, я пошел в жемчужину. У входа в ресторан у вас перепалка случилась с мужчиной высоким моего возраста. А вы знали, что Екатерина была беременна от директора ресторана? Да это бред какой-то. Быть этого не может. Я когда приехал, Катя так обрадовалась. В кафе пошли. Леонид, во время обыска в вашей квартире нашли вот это. Это я товарища с рейса привез. Там такое дело чуть ли не в каждом киоске. Ну и, наверное, сопутствующие там препараты есть. Ну, для возбуждения от капли. Шпанская мушка, да? Вы случайно не приезли с собой, нет? Возбуждающая? Ага. Зачем? У меня проблем с этим нет. Вот Кате в тот вечер не до романтики было. Спешила куда-то очень. Катя, я тебя сегодня никуда не отпущу. Я сама бы рада, но, понимаешь, по делам нужно. Я тебе обещаю, завтра обязательно увидимся. Хорошо? Катя. Пока. Екатерина от предложения Леонида проводить ее отказалась. Мы договаривались с Катей, что завтра пойдем на танцы. Я дал ей чек, чтобы она купила себе самое лучшее платье, импортное. Понятно. А вот эта вещица вам знакома? Ваш подарок? Нет. Я ей ничего такого не дарил. Я точно помню, что в тот вечер у Кати на шее было другое украшение. А куда вы пошли, когда девушка ушла? А официантка рассказывала, что видела, как вы пошли вслед за Екатериной. Да. Я проследить за ней решил. Да? А вот это уже интересно. Леонида насторожила, что девушка не сказала, куда торопиться, и запретила ее провожать. Парень заподозрил, что она идет на встречу с другим. Через несколько минут опасения подтвердились. Девушка села в незнакомый автомобиль и поцеловала мужчину за рулем. Так вот, значит, какое у тебя дело. Я видел, как Катя села в машину. Оранжевая «Жигули-тройка». Номер 0223 ОДГ. Думал найти его морду начистить. Рома, а пробей-ка номер по нашей базе. Это что у вас? Это так, мелочи. Алкаш какой-то невменяемый. Выяснилось, что после того, как машина Екатерины скрылась из виду, к Филимонову привязался крепко выпивший незнакомый мужчина. Слышь, мужик, дай закурить. Нет папирос, закончились. Тебе что? Курева жалко хорошему человеку. Да отвали ты не до тебя сейчас. Оборзел! Алиби Леонида подтвердил участковый. Жительница дома, около которого произошла драка, вызвала милицию. В то время, когда тело погибшей перетащили в парк, матрос Филимонов находился в отделении. Это означало, что он невиновен. Автомобиль с государственным номером 0223 ОДГ нашелся. Однако, по данным городского управления ГАИ, зарегистрирован он не на молодого парня, а на 50-летнюю директрису парикмахерской «Радуга». У женщины был сын приблизительно такого возраста, как описывает моряк. Была ли знакома с ним Екатерина? Ответ на этот вопрос. Помог найти легендарный одесский ювелир Семен Адамович Купервасер. Оперативник выяснил, что кулон в виде птички, который обнаружили за шиворотом убитой, изготовил именно он. В городском парке обнаружен труп Екатерины Проскуряковой. Она была на шестой неделе беременности. На одежде жертвы найдены маслянистые пятна. За шиворотом кулон в виде птички. Выяснилось, Катя была беременна от своего начальника, директора ресторана «Жемчужина». Тот заставлял ее сделать аборт. В вечер убийства любовники поссорились. После девушка отправилась на свидание к моряку торгового флота Леониду Филимонову. Парень только вернулся из рейса. Леонид уверяет, Катя после встречи с ним села в машину к неизвестному. Выйти на ювелира помог анализ металла. В составе сплава присутствовал палладий. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничем я могу служить вам. Всего несколько мастеров в городе использовали палладий при изготовлении так называемого белого золота. Ваша работа. Моя птичка. Да. Делал под заказ. А кто заказывал украшения, помните? Юноша. Хочу сделать какой-то особенный подарок для своей девушки. Такой, чтобы она растаяла, как конфетка. Что же любит ваша конфетка? Предпочтение своей женщины, знаете? Сложно сказать. Просто мы не так давно знакомы. Учится может она на кого? Или работает? Поет. Певица она. Очень хорошо. Ну вот я и предложил ему птичку сделать. Символично. Согласитесь. А описать заказчика можете? Товарищ, вы недооцениваете Семена Купервассера. Я не ремесленник. Я художник. Сейчас я вам сделаю портрет высшей пробы. Это был молодой человек с прямыми волосами. Средних лет. Аккуратненькие усики. Прямая оборотка. Кажется, оборотка рыжего цвета. Точно не помню. Вот так. Вот. Таким образом. Уши. Не успел. Сами приклеить. Ты нам дождать? Нет, спасибо. Всего хорошего. Пожалуйста, он тоже. Добрый день, Олег Ильич. Привет, Рома. Вот, взгляните. Портрет парня, который нашей певице кулон подарил. А вот это Анатолий Шумский. 25 лет. Ёшкин кот. Так это же одно лицо. А я про что? Анатолий Шумский. 25 лет. Сын директрисы парикмахерской. Именно в машину к Анатолию незадолго до смерти села Екатерина Проскурякова. Лихо она устроилась, да? Беременна от одного, деньги берет у другого, в машину садится к третьему. Ну, в общем, понятно. Значит так, за мной санкция на обыск машины и квартиры Шумских. Будем улететь, сказать. Оперативник Панфилов застал Галину Шумскую на работе. Она была недовольна предстоящим обыском машины. Женщину возмущал не сам факт осмотра, а то, что это может отразиться на ее репутации. Вы меня перед всем коллективом сейчас преступницей выставили. Слухов теперь не оберешься. За Шумской милиция на работу пришла. Откройте машину, пожалуйста. Борис Васильевич, приступайте. При осмотре бардачка криминалист обнаружил кожаные женские перчатки с маслянистыми пятнами на внутренней стороне. Судя по всему, машинное масло. Ром, есть кое-что любопытное. Под ковриком пассажирского сидения следы красной жидкости. Куда ехать? Только давайте без лишнего шума. Люди смотрят. Анализ подтвердил. Красная жидкость на обивке сиденья – вино. Экспертам удалось выявить в нем следы конторизина. Именно этот препарат спровоцировал смерть Екатерины Проскуряковой. Анатолия Шумского, сына хозяйки машины, вызвали в кабинет следователя, где его мать уже давала показания. Во время допроса молодой человек был в ступоре. Плакал, но не проронил ни слова. Галина Михайловна рассказала, что сын поделился с ней деликатной проблемой. Анатолий был огорчен, что девушка, за которой он ухаживает, держится с ним холодно. Подарки дорогие принимает. Деньги на шмотки просит. А ведет себя, как святоша. Толик мне все рассказал. У нас не было тайн друг от друга. Да и какие могут быть тайны от мамы? Сынок, а что так рано? Я думала, ты на свидании. Все хорошо? Я не понимаю. То ли я что-то не так делаю, то ли Катя действительно такая недотроная. Вот оно что. Она певица, поет в ресторане с жемчужиной. Но мне очень нравится, мама. Только постоянно динамит. Только после свадьбы, только после свадьбы. Может и правда жениться? А вот. Ну, мама. Жениться надумал на девке ресторанной. Этого нам еще только не хватало. Я на нее навела справки. Что, в жемчужину ходили? Да нет, что вы, зачем? Мне клиентки парикмахерской сами все сплетни на хвосте принесут. Я все о ней узнала. Без роду, без племени, без жилья, без образования. Неровня Толику. Так поиграться сгодится оно. Чтобы в семью. А где вы эту шпанскую мушку раздобыли? Да я про нее раньше и слыхать не слыхала. Это подруга моя похвасталась, Тамара. Ей муж из-за границы привез. Всего несколько капель. А какой эффект? Галя! Я в молодости такого не вытворяла. Мой муж не нарадует. Да ты что? А как называется? Шпанская мушка. Но у нас не продается. Кстати, очень жаль. Я бы тебе такое рекомендовала. Слушай, а ты не можешь мне отлить в пузырек пару капель? Ну, у меня любовник новый. Да ладно? Ты честно опробуй? Да. Так. В общем, таким образом решили помочь сыну затащить девушку в постели. А что, мальчик сам бы не справился? Женская хитрость. Что тут такого? Я же не знала, что так выйдет. Сын, а ты? Что такое? Почему так рано? Мама. Что случилось? Она... Она умерла. Наверное, я... Я не знаю. Как умерла? Когда, где? В машине. Анатолий предложил Екатерине прокатиться. Приехал в парк, включил радио. Достал фляжку с вином, куда заранее добавил возбуждающий препарат. За нас? Угу. Я, кстати, приготовил для тебя подарок. Подарок? Да, думаю, тебе понравится. Ну, покажи скорее. А ты выпей. А я покажу. Ну, хорошо. Ну, что? Заслужила? Думаю, да. Держи. Раскрывай. Боже, как красиво. Очень красиво. Здорово. Примерим. Поможешь? Да. Чудо. Ну, ну что, тебе нравится? Катя. 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 Катюш, ты... Да что с тобой? Катя. Катя. Катя, тебе плохо? Что? Что? Катя, Катя, Катя. Катюш, Катюш, Катюш. Что с тобой? Катюш. Катя. Анатолий приехал домой и сразу же рассказал обо всем матери. Я спустилась вниз. Потрогала пульс. Труп. Я сказала сыну, чтобы он шел домой и не высовывался. А сама повезла ее в парк. Черт. Да что же это такое? Только после ремонта. Масло, что ли, закончилось? Точно закончилось. Благодаря этой случайности против Галины Шумской появились улики. На ее перчатках, а потом и на одежде мертвой певицы, остались пятна машинного масла. Я вытащила ее из машины и поняла, что нести не смогу. Вот понятно, на идее тащили. А по голове ударили и деньги отобрали для отвода глаз. Ну, чтобы ограбление инсценировать. Да. Спасала сына. Понимаете? Спасала. Он ведь не убийца. А вы? Действия Анатолия Шумского классифицировали как убийство по неосторожности и оставление в опасности. Он получил три года лишения свободы. Его мать осудили на один год. После освобождения Анатолий так и не женился. До самой смерти матери они жили вместе. Зак 15-дожатый». Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...